На определение угловых скоростей вот такого механизма с помощью плана скоростей Но, конечно, задачу можно решить разными методами Мы уже знаем метод графов кинематический Знаем уравнение трехугловых скоростей Знаем мгновенный центр скоростей Но, знаете, для каждой задачи требуется свой метод Вот если вы подберете к нужной задаче нужный метод Считайте, что у вас определенный успех Вот в данном случае очень хорошо идет план скоростей На чем он основан? Значит, он основан, в общем-то, на геометрическом факте Ну, сейчас не буду объяснять, откуда это берется Значит, если мы на плоскости отложим некоторую точку Эта точка будет как бы началом этого плана скоростей Или полюсом, ну, называйте его как угодно, пускай полюс Или мне больше нравится начало плана скоростей Это та точка, которая ассоциируется со всеми неподвижными точками данного механизма А у нас их не так уж много У нас точка Е, точка О и точка Д Вот здесь отлетела, вот точка Д Значит, здесь я пишу эти точки, но обозначаю маленькими буквами Вы сейчас поймете, в чем смысл Здесь будут все заглавные буквы, а здесь все маленькие буквы Здесь строчные, а здесь заглавные Итак, здесь у нас О, запятая тут же Е и тут же Д маленькая Вот, а дальше правило такое Там два правила, сначала одно, которое нам потребуется Значит, все отрезки на геометрическом чертеже, обозначенные заглавные буквы Например, АБ Будут перпендикулярны таким же отрезкам на плане скоростей из строчных букв АБ Маленьких букв АБ и так далее У нас еще два правила для вычисления угловых скоростей и для подобных фигур Итак, вот, пользуясь только этим, а также тем, что у меня задана угловая скорость вот этого диска Ну, во-первых, мне придется, конечно, ввести дополнительные точки, точки схода нитей Но обозначим какими буквами, например, К Вы тоже обозначите потом какими-то своими буквами Их у вас на условии нету И буква Л Радиус задан, значит, вот эти точки схода нитей Фактически у нас Л, Ж и К, С Это тоже отдельные тела Ну, и даже, более того, можно сказать, что здесь шарнирчик, здесь шарнирчик Ну, нить, она всюду шарнир Значит, здесь шарнир, здесь шарнир, здесь шарнир Вот это мы имеем Затем, мы, конечно, зная угловую скорость 3 и радиус 1 Можем найти скорость вот этой точки и этой точки Предполагается, что у нас это не просто омега-диск, а омега-диск проекция на ось Z То есть у нас, если написано плюс 3, значит, возвращается против часовой стрелки Ну, давайте эту скорость мы отложим Конечно, можно красным, давайте красным отложим скорость точки Вообще, это графическая работа Она такая из серии простых Это VL, а это будет у нас VK Так вот, эти скорости мы откладываем от начала, от полюса на плане скорости в масштабе Ну, конечно, мы сейчас будем делать приблизительно, хотя бы более-менее И так откладываем И концы этих векторов мы будем означать маленькими буквами При этом, заметьте, что у нас уже будет выполняться вот это правило Я буду откладывать точку L перпендикулярно вот этому EL E у нас вот есть Значит, L у нас будет И L L у нас будет горизонтально Значит, EL вертикально, а это у нас будет горизонтально Вот так вот у нас будет 3 каких-то единицы Вот, здесь у нас будет точка, точка, точка L Маленькая, да? Маленькая А тут точка K у нас вот такая будет, да? Точка K Точка K Обратите внимание, фактически это скорости, которые я отложил Вот VK Ну, будем считать, что здесь я 3 единицы каких-то отложил 3 единицы 3 сантиметра там секунды Ну, я тут не сказал в каких единицах, в метрах, сантиметрах Ну, это у нас механика теоретическая Мы вообще На данном этапе сейчас у нас безразлично Считайте, что сантиметры для удобства Значит, это 3 сантиметра секунды, 3 сантиметра секунды Дальше Дальше мы так рассуждаем Вот нам нужно, например, построить точку G У нас имеется точка O O, G перпендикулярно O, G Вот точка O Значит, у нас O, G перпендикулярно Значит, это O, G вертикально Значит, здесь O, G маленькая Должен быть горизонтально G у нас O есть Значит, где-то G есть Значит, я сейчас вот так пунктируем, обозначу Вот Где-то здесь у нас ищется G маленькая Скорость этой точки Но при этом у нас L, G Вот заглавный, да Перпендикулярно L, G маленькая А L-то у нас имеется Значит, мы через L проводим перпендикуляр На пересечении двух перпендикуляров А будет точка G Ну, значит, вот Кстати, это частый случай Что-то она попала в эту точку L, она G и G Вот, вот мы уже Как только мы построим все точки Считайте, задачу решили Дальше, дальше Будет очень несложное преобразование Итак Что еще? Давайте точку C, что ли, построим? Точку C Значит, точка C К у нас, кстати, имеется К имеется Записываем для удобства C, K большой Перпендикулярно C, K маленькому К маленькая имеется Вот маленькая Значит, здесь C, K у нас C, K у нас Вертикально Значит, C, K там даже бы горизонтально, да Значит, где-то у нас будет горизонтально 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 Так, да Но с другой стороны С другой стороны С другой стороны C, D C, D C, D У нас горизонтально, да Значит, C, D маленькая Должна быть вертикальная А у нас есть D Есть D Значит, где-то вот так Вот так, да Правильно? Значит, здесь K, она же И C Действительно Вот C, D вертикально Здесь C, D горизонтально C, K вертикально Где у нас C, K? Здесь C, K Ну, она же вот так вот Все-все-все сходится Пока у нас все тривиальные какие-то случаи Все точки слепаются Но это все впереди у нас Ну, давайте Вот самое интересное Здесь будет одно Одно исключение для точки А Вот точку А Иначе не разберешься Как с помощью другого Правила плана скоростей Значит, правило у нас следующее Мы, конечно, его проходили Помните, мы говорили Что если у нас точки лежат на отрезке То концы векторов скоростей Точек этого отрезка Толь же лежат на отрезке И причем делят на части Пропорциональное расстояние между точками У нас эти три точки О, G и А Лежат на отрезке Делят в пропорции Ну, тут посмотрите По условию Тут 3, а здесь 6 Делят в пропорции 1 И здесь 2 части Здесь 1 часть Здесь 2 части Следовательно, здесь Они тоже лежат на отрезке И в таком же пропорции Делить Вот у нас имеется точка О Точка G Значит, где-то здесь У нас лежит точка А Ну, ясно, где она лежит Если это одна часть Здесь 2 части Вот где-то она здесь лежит Вот Сразу мы нашли Без всяких перпендикуляров Обратите внимание Вот точку А мы нашли Не используя правила перпендикулярности Вот просто мы Соотношение пропорции Нашли Вот это вот Вот Здесь 3 Вот это точка А Маленькая Точка А маленькая Вот мы ее нашли Дальше продолжаем Точка А у нас имеется Точку В давайте искать А, Б у нас Горизонтально Значит, тут А, Б маленькая Вертикальная Да? А у нас имеется Значит, где мне искать? Где-то вот на этом перпендикуляре Ну, не знаю, где вверху или внизу Взять всегда Так, нарисуешь перпендикуляр Будет понятнее Я напишу здесь где-то точка Б Под вопросом Или вверху Где-то здесь гуляет Неизвестная точка Б Но С, Б у нас под таким углом 45 градусов Да? Значит, С, Б маленькая Вот под таким углом Да? Вот я взял угольник Хотя, можно и на глазок, конечно Значит, вот у нас 45 градусов Значит, здесь 45 перпендикулярно будет Да? Через точку С Вот Вот через точку С Провожу до этого Так, от руки проведу Вот точка С Вот Ну, вот тогда вот мы видим, что точка Б Давайте провели и проверили Б, С Такой угол А здесь Б, С Вот такой Взаимный перпендикулярный Да? Затем А, Б вертикаль А, Б горизонталь Все Железно Более того, здесь еще угол 45 градусов Да? Так, Б найдено А что нам осталось? По-моему, все сделали, нет? Все нашли Не может быть С нашли, да? Да А, все Сдача решена Ну, теперь можно уже ввести поярче Поярче И заняться вычислениями Значит, у нас вот Фактически сейчас мы будем вычитать угловые скорости Итак, третье правило Значит, запоминайте У нас три правила Первое – перпендикулярности Второе – пропорциональности Вот, помните, вот здесь одна часть Здесь две части Это то, что касается На одном отрезке лежат Вот И третье правило Уже вычислительное Для вычисления Значит, нас Ну, что нас интересует? Давайте же У нас угловые скорости интересуют Здесь четыре угловые скорости будет, да? Четыре угловые скорости Ну, с какой начнем? С любой здесь можно начинать Давайте АБ Вот АБ Итак, на примере Омега, АБ Но, к сожалению К великому сожалению Этот метод Не дает Проекции угловых скоростей Дает только модули Так что я не могу сказать Плюс или минус Почасовой или противчасовой Для этого у нас другие методы есть А вот хотя бы по модулю Можем определить А формула совершенно тривиальная Значит, здесь АБ Здесь АБ Маленькое На АБ большое Вот и все Осталось только вычислить Это АБ маленькое Где у нас АБ Вот так Давайте мы продолжим Здесь три части Здесь три части Здесь три Здесь тоже три Здесь четыре Значит, АБ это двенадцать Так, вы следите, как я нашел двенадцать, да? Еще раз, смотрите Вот здесь три части, так? Здесь три Давайте я подпишу Здесь три части Вот три Так Здесь девять частей Согласны, да? Помните, мы один к двум, да? Здесь так Здесь девять Значит, здесь тоже девять А здесь угол сорок пять Значит, здесь девять Значит, здесь девять Девять плюс три Двенадцать Двенадцать сантиметров в секунду Причем это у нас Уже будут Двенадцать И поделить на АБ АБ у нас по условию Смотрим по тексту Три Значит, получается у нас Четыре радиан в секунду Ну и все остальные находим Всего четыре штуки надо найти Ну давайте АО, что ли, найдем, да? Омега ОА Омега ОА Значит, естественно ОА я делю на ОА Ну, формула гликоза Или АО, это не важно ОА у нас Мы только что читали Девять А там по тексту у нас что? Где? А дать тоже девять, да? Единица Один радиан в секунду Так, ну и давайте еще Найдем Угловые скорости Какие еще хотите? СБ, да? Омега СБ Ну, значит СБ маленькое Поделить на СБ большое СБ маленькое по условию Нет, давайте Большое Это три корни из двух А здесь надо посчитать Вот он СБ Девять корней из двух, да? Девять корней из двух Ну, значит Получается Три Вот Ну что, нам осталось Всего четыре должно быть Диск у нас извест На что же мы не нашли СД, да? Омега СД Давайте Омега СД Омега СД Равняется СД маленькое Поделить на СД большое Ну, СД маленькое Где оно? С, где Д? Вот С Вот Д Три А там Сколько? Три Ну, смотрите Метод-то примитивный Один Сантиметр Один радиан на секунду Вот все Угловые скорости найдены Кстати Если вы хотите узнать скорости Значит, угловые скорости найдены, да? Они тоже здесь на плане скорости видны Помните, мы сказали От О к А Это скорость точки А, да? А где скорость точки Б? От неподвижной к точке Б тянем То есть, если вы хотите найти скорость точки Б Вот этой Вот Вот эту штуку вычлите и все Вот этот такой Вот этот отрезок От сюда до сюда Это будет скорость точки Б, вот Ну, по условию задачи, которую я вам дал сегодня Вам скорости искать не надо Только угловые скорости Ну, вы понимаете, что найти скорость Это уже дело простое А скорость точки А где? А, ну, вот мы нашли, да? А скорость точки С Вот она Ну, так что вот Все Значит, тонкие, простые Если вопросов нет, то Есть вопросы Какие вопросы? Слушай Слава Николаевич, мы КЦЛ Какие именно скорости? Кат Да, нам нужно найти Угловые скорости всех, кроме нитей Ну, нет Кто очень хочет Кто очень хочет Может найти угловую скорость КЦ Давайте найдем КЦ КЦ Значит, ЦК маленькая Делина ЦК большой, да? Ну, здесь, конечно, можно вычлите размер Так, а где у нас Ц, где К? А, здесь 0 0 Нережит ЦК 0 Ну, конечно, у них расстояние 0, да Хотите ЛЖ найти? А почему ЦК у нас в одной точке получилась? Заново начинаем Когда мы поставили вот эту первую точку Как мы стали искать точку С? Мы точно знаем, что Ц, Д Горизонтальная, да? Значит, точка Ц, Д будет вертикальная Д у нас уже имеется Значит, я провел одну, да? Потом ЦК вертикальная Значит, ЦК горизонтальная К у нас тоже имеется Я провел вот эту И провел вот эту И оказался в одной точке В одной точке Ну, тривиальный случай, конечно, да Ну, не всегда тривиальный случай бывает Но если вопросов нет Тогда я сейчас вам выдаю задачу Субтитры сделал DimaTorzok